Алла-шоу Ты меня с таким удивленным взглядом А что же это такое? Ты бы тоже это знала Я понимаю, что ты пионеркой не была Я не была, но я, конечно же, слышала о таком Но не была таковой Да, но тем не менее, что-то слышала Ну, слышала, что там принимали, значит, туда Вешали красный галстук Не знаю, что это меняло в жизни человека А если не приняли, то что? Это был кошмар Ты становился изгоем в обществе Ты знаешь, у меня было такое Я помню, нас принимали в первую смену Во вторую и в третью В первую смену принимали самых Активных Не только активных У кого хорошее было поведение Кто хорошо учился Ну, как говорится, отличников, героев Труда и учебы На самом деле это несправедливо Потому что не всем дано хорошо учиться Некоторые очень умные люди Плохо учатся, такое бывает Да, бывает, но это слишком умные люди А в принципе, люди, которые устраивали Как это сказать, учителей и руководство школы Это всегда те люди, которые выполняют домашние задания Которые доставляют меньше хлопот Ну, в общем, ничего же не меняется Все равно этих людей ценят больше Этих детей, согласись Есть пионерия, нет пионерий Ты знаешь, с одной стороны, да Да, с другой стороны, я как человек, который, в общем, представлял Давич буквально организацию, которая помогает детям Больным дислексией Конечно, должна сказать о том, что это очень несправедливо Потому что вот таким детям Занижают оценки А они просто не могут У них как бы вот Немножко по-другому работает просто голова Это не значит, что они глупые Что они какие-то непонятливые А очень долго в наших школах это культивировалось Что, ну что ты не можешь нормально там с третьего раза слово написать Ну да, не могу К сожалению, такое бывает И вот с этой стороны эта система Она, конечно, людей равняет А не стоило бы Конечно, нет Но с другой стороны, знаешь, есть большой плюс То, что хотелось быть лучше Вот, тем не менее, говорили Вот, советское время Всех там уравнивали Это было ощущение, что всех уравнивали Но при этом Именно пионерия Она говорила Пионер первый Я что-то не поняла Ты сейчас это, как бабуля на лавке Нет Вот советские времена А, ты не поняла Не-не-не, я сейчас не про советские времена Я тебе сейчас про сегодняшний день Оказывается в Госдуме Просто, чтобы ты понимала К чему весь этот спич Так-так-так, давай Сегодня в Госдуму На рассмотрение Внесли законопроект О создании нового российского движения Детей и молодежи Которое будет называться Большая перемена А, я что-то про это читала Поэтому, собственно говоря, я агитирую Я сегодня тебе агитирую И говорю, как это круто Как это классно Но мне действительно Это все очень-очень нравилось Вот Вот были времена Ты знаешь, нет Они есть Они будут Ну просто я всегда активна И поэтому я была Председателем сайта дружины У меня столько получала Чего себе Конечно Я была номенклатура И пионерская организация Как это все было Я уже слушателям рассказывала Теперь я узнаю Какое у тебя представление О пионерах Но это будет уже Ну а в принципе Действительно Вот как ты считаешь Нужна такая детская организация? Не знаю даже Ну я вот Знаешь, ничего не понимаю В организациях Ну у тебя сын подрастает Да, вот как считаешь? Ну я не знаю Я считаю, что Ребенок должен сам выбирать Наверное, речь все-таки идет Уже о детях, которые Ну что-то понимают То есть не совсем О грудных детях Ну 9 лет обычно нас Да Ну вот уже 9 лет Уже взрослые люди серьезные Да Вот, поэтому я считаю Что тут ребенок вправе выбирать Хочет он состоять В какой-то организации Чем-то заниматься Вместе с этой организацией Или нет Поэтому всегда нужно прислушиваться К желаниям своего ребенка Ну а организация-то нужна? Да, наверное Ну все А может и нет Не знаю Я в этом не разбираюсь Ульяна Краулова Сегодня у меня в гостях Клич пионеров Ты знаешь? Подожди Мне нужно передать привет А, привет, да? Я же пришла на радиостанцию Знаешь, как в старые добрые Пионерские времена Я передаю привет Своей подруге Пионерке Хотя нет Наверное, она не успела тоже Какого года рождения? А вот сейчас не будем Все-таки девушка Молодая, красивая Которую нас сейчас слушает Наташа Подольская У нее, кстати А, она не была пионеркой У нее завтра день рождения И у нее круглая Очень красивая дата Такая же округлая и красивая Как и сама Наталья Наташа, привет тебе большой Будем ее поздравлять с днем рождения Завтра всей страной Обязательно К сожалению, завтра я не в эфире только А так бы поставили ее песню Ну, ты позвоню, я зовусь Ну, самой, да, позвоню Ну, что, помнишь Клич всех пионеров? Знаешь, какой был? Какой? Будь готов Спрашивали И как ты думаешь, что отвечали пионеры? Всегда готов Абсолютно правильно Так и была Известная тема Ну, предлагаю тебе Блиц на эту тему Ну, давай Да? Хорошо? Ну, давай Будем выяснять, на что готова ты Блиц со звездой Итак, провести месяц без интернета Да Черт с ним Готова Готова А без музыки? А вот без музыки не готова А без секса? Слушай, ну, я взрослый человек Есть варианты Ну, то есть готова Готова Хорошо А без кофе? Готова Молодец А подстричься наголо? Ну, на улице Ну, например, да? Наверное, не готова Ну, если я буду сидеть без интернета и без секса Да, да, да То, наверное, да Готова, отлично, молодец Сняться не у? Я снималась Правда, будучи беременной Но снималась Не беременной, тоже готова Ну, смотря для чего и для кого Для какого-то фэшн-издания Красиво, не пошло, да Для мужского Очень вот прям вот так нарочито нет Не, ну, давай мы возьмем все-таки Для красивого, для фэшн-издания Хорошо Металлолом или мусор Собирать себя, агитировать не буду А я могу Ну, вот, например, сортировать мусор Ну, я, кстати, периодически заморачиваюсь Но просто проблема в том, что вот конкретно В моем районе, где я живу Нет Нет контейнеров, да То есть это нужно заказывать Либо самой отвозить, вывозить Я какое-то время заворачивалась Заворачивалась Да, заморачивалась И заморачивалась Потом просто забила Потому что поняла, что, ну, как бы Это время затратно в моем случае было Я просто не успевала этим заниматься Но, тем не менее, все-таки разделала Значит, уже все равно молодец Ну, это очень классная инициатива И я призываю все организации Включая, как это называется И новую большую перемену Новую большую Вот, конечно, озаботиться этим вопросом Потому что, конечно, в принципе, вопрос Все вопросы, связанные с мусором В наше время это очень важно Правда И бороться за экологию мы тоже всегда готовы Да, да Как пионеры Такая зануда, конечно, вообще Нормально, ничего страшного Удушила всех Ну что, я тебя поздравляю Фактически ты вообще очень готова Вступить в эту новую организацию Юных, молодых и прекрасных дарований А они мне что? Подожди А, видишь, как сразу на ребенок капитализма Они тебе, например, галстук Галстук у меня есть Нет, они тебе свой Знаешь, как у пионера было Красный такой галстук Ну, я переживу без него А еще что? А значок? Ну, нет, ну подожди Барабанки, лодку, знамя Что ты предлагаешь мне? Значок, галстук Труба Не то все Микрофон Ну, микрофон у меня Я сама им могу дать А хотя, не знаю Смотри, какой Как сложится история Смотри, какой Ладно Я сегодня агитирую Я уже сама это чувствую Хотя сама еще не знаю Что это за организация Но почему-то вот мне захотелось Тебя в нашей ряде Ну, ты знаешь, агитировать, наверное, нужно Каким-то классным сообществом Тем, что там хорошие люди Здоровая атмосфера Классные знакомства Приятная компания Ну, вот этим, наверное, можно Молодежь агитировать А вот как бы За значок и за галстук Ну, вряд ли, наверное, кто-то согласится Умеренные люди переживут Хорошо За атмосферу пойдем Юлиана Карауглова сегодня с нами Наслаждались прекрасной песней Ирины Дубцовой Спасибо, Ира Через несколько минут узнаем Как изменилась жизнь Юлианы За... А, слушай Давай не будем откладывать Никому неинтересно Действительно, согласна Подожди, нет, наоборот Давай лучше сразу Не будем время тянуть Вообще спокойно Как изменилась твоя жизнь После того, как появился В твоей жизни Саша Итак, ты почти год Ну, через неделю будет год Как мама Да В деле материнства Ты пионер Ну, тем не менее Пионер Это первое в своем деле Ну, для меня Первое проходит, да Ну, как бы, наверное Ну, первый ребенок, естественно Хорошо Ты пользовалась Чьими-то советами Чьей-то поддержкой Вот Кто твои старшие товарищи Которые тебе помогали Вот Наташа Которая передавала привет Мне очень помогала Подольская Да, Наташа Подольская Все мы ее знаем У нее прекрасные песни Мама Сейчас звучит На Визиринском радио Вот Помогала мне Моя лучшая подруга Катя Бравлева Ну, вообще Вот у моих подруг У всех лучших близких Их не так много Уже дети есть Да, у них есть дети Они мне советовали Помогали Мне очень поддержала Моя врач Которая принимала роды В первые дни Потому что Я офигела Если честно Я как-то морально Готовилась В общем К самому процессу Но вообще Морально не готовил Меня никто К тому, что Такое тяжелое восстановление Ну, по крайней мере Мне так показалось У всех все индивидуально Вот Я-то ждала Что на меня сейчас Как снизойдет благодать Как испытаю я Неимоверное счастье А не тут-то было Вот Ну, вот Да, конечно Очень поддерживали Ну, Андрей Очень поддерживал Очень помогал Вот Родители мои Тоже А ты Тебе помогают Няни, бабушки Ну, вот Родители, да Бабушки, дедушки Мама Да, мама Андрея Приезжает иногда Помогает тоже очень И первые дни Она помогала нам Вот она была с нами Вот У меня есть няня У нее есть выходные Она сутками с вами? Она пять дней в неделю С нами А потом она уезжает Ну, она днем с вами И ночью она Ночью она спит Она спит А ты с ребенком А я не сплю Я понимаю Ну, на самом деле Тфу-тфу-тфу В основном В основном Ну, конечно, он просыпается По ночам Вот сегодня Раза три, наверное, просыпался Ну, я уж как-то привыкла Нормально Тяжело, мне кажется Вот первые несколько месяцев Когда Ребенок просыпается Каждые два часа Два-три часа Вот это тяжело Ой, вот значит Что такое опытная мама Когда я первый раз была мамой У меня тоже няня приходила днем Потому что я ездила на работу А на ночь я ее отпускала Да А вот уже когда со второго ребенка Я уже взяла двух Няня Они работали посуточно Ну, нет Я как-то пока И по ночам Я хочу сама ночью Спала Ну, это да До тридцати это нормально После тридцати надо спать Женщине ночью Не после, Аллочка Не после А после сорока Тем более Женщине надо ночью спать А детей рожать можно До скольки угодно Поэтому Ладно Продолжим мы эту прекрасную тему И слушаем сейчас Две роскошных песни Юлиана Караулова Рассказывала мне в эфире По поводу того Как далось ей материнство И честно тебе могу сказать Мне показалось, что непросто А вот ты слышал такое понятие? Такое понятие, как Послеродовая депрессия Конечно слышала Но хочу тебе сказать Что у меня ее не было То есть у меня был один день Который Я потом прочитала Что это называется Бэйби Блюз Когда у тебя там На третий день У меня это тоже было Ровно на третий день После родов Случается гормональный приход Лютый И ты просто рыдаешь Это вот как бы у меня было Я просто весь день рыдала Весь день рыдала Не могла встать в кровати Вот Меня очень подержал врач А почему ты рыдала? Да слушай, вообще без повода Причем мне уже было смешно От того, что я рыдаю без повода Просто по любой, знаешь, фигне Ну вот хотелось такое Видимо какой-то был сброс Не знаю Выброс эмоций такой Вот Но потом на следующий день Я проснулась И как бы уже прям огурчиком была И нормально было И все И больше никаких отголосок И больше Никогда Она не плахала Сколько ты песен за этот год записала? Записала много А выпустила Штуки, наверное, 3-4 А ты можешь объяснить? Просто вот когда С ребенком тут все понятно Забери имена родила А вот что значит Записала много А выпустила То есть ты записываешь песни Вот ты записала Ее свели Все тебе принесли Показали и что? И дальше? И ты вдруг решаешь ее не выпускать? Нет, но тут же не так работает Записал, выпустил Украл, выпил в тюрьму Украл, выпил в тюрьму Ты записываешь, да? Ты выбираешь из них Вот Что-то потом, возможно, пойдет в альбом Что-то мы выпустим позже Что-то продашь другу Что-то доработаем То есть как бы это такой Это процесс творческий Творческие роды То есть как бы ты Ну, не сразу понимаешь, что вот Там, ты записал Потом ты слушаешь неделю Через неделю тебе кажется Что вот здесь надо переделать Ну, то есть Что-то остается в столе лежать Такое тоже бывает Вот Что-то ты, знаешь, записал И тебе разонравилось Такое тоже было Ну, в общем, это процесс, конечно Творческие муки Мучительный процесс Я бы даже тебе сказала Ну, тем не менее Все равно, видите, как мучаются артисты Прежде чем Эта песня становится Любимой у поклонников Ну, а вы на русском радио все песни Ой, земляки Мы тут с Юлианой узнали Что мы, оказывается, живем В соседних домах Через пару домов Рядушка Рядушка, совсем рядом Это так интересно Так прикольно Когда вот Видишь Ну, все Теперь приходи к нам в гости Спасибо Вы тоже С удовольствием Я очень люблю ходить в гости Кстати, вот когда к тебе приходят в гости Ты говоришь там Принесите мне Ну, не то что Эй, гости Принесите мне Да, ну вот что-нибудь Да нет Никогда ничего не говорю Ну, очень редко Ну, бывает такое, что прям что-то надо купить А что тебе нравится, чтобы вот тебе в дом принесли У нас недавно была такая тема Я бы знала, что ты живешь в загородном доме Где бы позвонила Правда, вот бывает Ну, мне приятно, когда люди что-то приносят Просто не с пустыми руками Даже, ну, я сама никогда не прихожу с пустыми руками Как-то меня, видимо, так воспитали И я всегда обращаю внимание Ну, не знаю Что в хозяйстве вот обычно, вот что тебя радует, когда тебе приносят Да мне вообще все равно, правда Просто приятен сам факт, что человек подумал Всегда почему-то легко ходить к тому, кто только что родил ребенка Потому что, ну, ребенку точно что-то надо И поэтому игрушки, вот эти всякие подарки Ну да, хотя у нас игрушек у ребенка Он в них не играет, что самое обидное Да ты что? Да, вообще он просто игнорирует их Вообще ни в какие Ну, так, не знаю, может 15 секунд залепать Он ползает, все смотрит Ему интереснее все рассматривать Познавать мир Да, познавать мир Ну, как бы вот именно с игрушками Мне кажется, он больше будет играть с какой-нибудь бутылочкой, чем с игрушкой Мы только что с тобой говорили о творчестве Вот заговорили про гормоны, про стрессы и так далее Гормоны помогают творчеству? И да, и нет, смотря какие гормоны, во-первых Вот, есть же гормоны стресса, есть гормоны счастья Да Разные есть гормоны Но вот сейчас у тебя больше гормонов стресса или гормонов счастья? Да не знаю, не сдавала химию крови По ощущениям? Да по ощущениям, наверное, все-таки счастья Ну, мне кажется, я достаточно позитивный человек Поэтому я вот прям редко бываю в состоянии уныния Я могу расстраиваться, там, что-то переживать Но, в общем и целом, все равно у меня такой положительный настрой сохраняется Молодец, правильно, только так и можно Песню снова будем слушать сейчас красивую А потом поиграем с Юлианой Карауловой Юлиану Караулову мы сегодня с вами вспоминали пионеров Мы сегодня говорили о материнстве Кстати, как мать Но мы не старые Нет Захотела сказать после этого Нет Нет, ну а что делать? Пионеры это кто? Это первопроходцы Вот ты вот как мама стала тоже пионеркой, фактически В первый раз Я хотела тебя спросить Вернее, я хотела поиграть с тобой в такую игру Ведь, раз пионеры у нас это первые ребята, первопроходцы Что ты за этот год сделала, уже сделала в первый раз А что еще не сделала? Ну, например, татуировку Не сделала, вообще нет татуировок у меня Ни бровей, ни татуировок Замечательно Например, рыбачить Никогда не А, нет, рыбачила, вру Ну, в этом году нет Ну, не в этом, хорошо Вообще рыбачила Да, да Окей Управляла парусной яхтой? А, нет Не было О, есть еще А, проехалась на мотоцикле? Нет В этом нет Ну, а вообще? Вообще да А, вообще все-таки да Да Ну, ладно Прыгнула с парашютом? Да, прыгала Ну, не в этом году, опять же, но прыгала Погрузилась с аквалангом? Никогда не погружалась Не хочу Не знаю Какие-то фобии у меня с этим связаны Не возбуждают себя это, да? Может быть, ты что-то другое сделала? Выучила новый язык? Ну, нет Нет, нет Освоила какую-нибудь модную специальность? No, no, no Нет, я была Ты знаешь Я очень давно катаюсь на сноуборде И вот в этом году я была в горах И я поняла, что мой level Мой уровень очень вырос Потому что я поняла, что я вот прям молодец Тьфу-тьфу-тьфу Надеюсь, я не упаду и не убьюсь Сколько ты лет уже катаешься? 20 лет О, нормально Да У меня 18 лет стажен Ну, ты понимаешь, я не могу похвастаться, что я Я каждый раз под конец сезона чувствую, что мой level здорово подрос, как ты сказала А когда я приезжаю через год И у меня год перерыва А ты делаешь себе какие-то Да, но я вот в этом году впервые была Две недели в горах Почти две недели И вот под конец сезона я уже поняла, что я прям вообще, конечно, красавчик Так, ну и теперь, в следующий раз ты тоже в следующем году только Или ты Посмотрим Еще можешь подкататься Ну и хорошо И, наконец, последний вопрос Первый раз хорошо, а второй раз Пойти за вторым ребенком Ты уже готова или еще нет? А когда за вторым? Не-не-не, я не сдаю Я просто спрашиваю психологически, готова или нет? Ну, я бы хотела Ну, значит, готова Молодец Как пионерка, я же говорю, сегодня у нас эта тема везде, со всех щелей сквозит Юлиана Караулова подарила нам сегодня этот прекрасный вечер Юлианечка, спасибо тебе большое Я тебя всегда жду в гости Спасибо, Аллочка И с новыми песнями, и со старыми Несмотря на то, что сейчас мы слушаем старую песню, но она добрый, прекрасный, великолепный Все песни хорошие, ребята Все булочки свежие Спасибо всем, кто слушал Всем прекрасного вечера А я с вами прощаюсь до понедельника, до 7 часов вечера Оставляю вас в компании со Светой Казариной Сегодня в 7 вечера Не пропустите Вечернее шоу Аллы Довлатовой На русских радио